Борьба! 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 Войнасти! Именно борьбы в этой игре и не хватало. Возможно, повлияло состояние Барновского поля. Это можно увидеть невооруженным глазом, что покрытие с изъянами. Об этом после матча и сказал главный тренер Волги Ринат Аитов. Конечно, игру не назовешь. Очень сложно сказать, что играли сегодня в футбол, потому что, прошу прощения, конечно, на таких порядках невозможно играть. Не то, что комбинировать, даже организовывать атаки. Неровное поле на улице минус два. И футбол, по принципу, дальше пнем, больше отдохнем. Не остановил барнаульских болельщиков прийти на стадион и поддержать свою команду. Кто-то укутался в плед и тихо дремал, а кто-то, наоборот, с кричалками и барабанами гнал футболистов вперед. Вперед, Геннамо! Вперед, Динамо! Вперед, Геннамо! Вперед, Геннамо! Все нормально. Игра есть игра. Когда-то проигрывают, когда-то выигрывают. А то, что минус два, так мы же сибиряки. Нам не привыкать. У нас и май месяц будет холодный еще. Правильно? Будем плавать на грибном канале в снег, в дождь, в ветер, в бурю. Только победа. Только Динамо. Никто больше. Пару хороших моментов были у гостей в начале встречи, а потом и белоголубые зашевелились активнее. Но Владимир Завьялов имел возможность забить, но мяч полетел мимо. А полузащитник Иван Житников почти с 11-метровой отменки не смог реализовать свою возможность. Здесь-то и сыграло спортивное правило. Не забиваешь ты, забивай тебе. При поддержке двух болельщиков из Ульяновска Волга соорудила гол. Полковников и Петухов упустили длинную передачу за спину, после чего нападающий Тимур Джикия вышел на дуэль с Корюкиным. И в лучших традициях своего однофамильца из московского «Спартака» головой отправил мяч в левый угол ворот. 0-1. А вот здесь хороший заброс, а вот здесь хороший заброс! И мяч залетает в ворота. Смотрим внимательно. На арбитра. Ну что, комментирует, всегда обидно проигрывать. С вами видите игру, что на второй игре было равное игра. Забили гол здесь, наверное, равное игра. К сожалению, пропустили нелепый гол, но что делать это в футбол? После 20-го тура барнаульская команда занимает 6-е место с активом 32 очка. Тем самым у бело-голубых не получилось войти в топ-5. Но шансы на призовые места все еще сохраняются. Теперь «Динамо» отправится на выезд, где 27 апреля встретится с ижевским «Зенитом». Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова